В Горьковском районе состоялся заключительный финальный вид соревновательной программы по традиционным национальным видам спорта среди сельского населения. Здесь на одной из лучших лыжных трасс Омской области в течение двух дней проходила жесточайшая борьба между спортсменами из 10 регионов России. Именно по итогам лыжных состязаний и определится главный победитель всероссийских сельских спортивных игр в 18 видах спорта. Эти соревнования включили в себя 18 видов спорта. В основном это наши традиционные. Мы не берем в программу кикбоксинга и все то, что идет. Даже и волейбол с футболом. Традиционный, как лапта, городки, гиревой спорт. Наши, российские, которые имеют родоначальную историю именно на нашей земле. Омску мы доверили, попросили, поручили провести три мероприятия. В городе Омске состоялись соревнования по бильярдному спорту. В Азове прошли соревнования по городкам. На одну лыжню встали представители Алтайского и Пермского краев, Республики Башкортостан, Свердловской, Тюменской, Телябинской и Курганской областей. В честь Омского региона отстаивали сразу три сборной команды, в составе которой мастера спорта, а также перворазрядники. В классике на 5 километров у девушек самой быстрой и стойкой оказалась амичка Алена Потапова с лучшим результатом 15 минут 41 секунда. Для омской спортсменки это лучшее время за всю ее спортивную карьеру. Бежалось так и тяжело и легко. Легко за счет лыж, а тяжело за счет того, что уровень соревнований такой, что высокий. Надо себя показать с лучшей стороны. Ну я вообще рада. Я не готова была, что выиграли, но в час вообще счастья. У женщин очки Челябинской команде принесла мастер спорта СССР Ирина Приданникова. Опытная спортсменка покорила 5-километровую дистанцию за 14 минут 56 секунд. Тренируюсь я не меньше молодых по 2 тренировки. Может быть все думают, что мне уже как бы 45 вот будет. Но я думаю, что ничего не делаю. Нет, они ошибаются. Я тренируюсь, как говорится, труд-труд. Просто так ничего не дается, если даже что-то было за плечами. Интересно ваше мнение. Многие спортсмены, именитые участники Олимпийских игр, все отмечали, что эта трасса такая одна из лучших для подготовки. Здесь молодцы. Трасса подготовленная хорошо. Все и, как сказать, и лыжня очень хорошо. Все на старте очень хорошо. Все понятно. Но я думаю, что судьи молодцы. Все здесь подготовлено. Все близко. Здесь так все хорошо организовано. На 10-километровке среди юниоров первым финишировал спортсмен из Алтайского края Дмитрий Алексеенко. А у мужчин фаворит определился на 25-й минуте. Им стал спортсмен из Пермского края Андрей Пономарев. Мне все понравилось. Конкуренцию составили парни. Разрывы, я бы не сказал, что сильно большие. То, что было, тоже мне пришлось поработать, так сказать. И вот, и нам задача была выиграть. Вот пока вроде получается. Завтра будет эстафета, там видно будет. Эстафетный день выдался самым зрелищным и волнующим. Сопереживали и поддерживали наших участников самые юные любители лыжного спорта. Первыми стартовали девушки. И здесь снова не оказалось равных нашей Алене Потаповой, которая прибавила в скорости, передав эстафету партнерши по команде. Однако, несмотря на хороший старт омской команды, первые две позиции отвоевали челябинские и пермские спортсменки. И в мужской эстафетной гонке оформили победу пермяки. На втором месте у мужчин оказалась омская дружина. Общими усилиями Режат Мутагаров, Александр Зубков, Ян Софиенко и Александр Сильченко помогли Омской области стать третьими в общекомандном зачете заключительного этапа. Конечно, хотелось победить. В принципе, приехали команды сильные. Это спорт, что получилось, что получилось. И вот настал самый долгожданный момент подведения итогов и награждения победителей. К этому событию спортсмены со всей России шли целых полгода. В общероссийских играх принимали участие 42 региона страны. Омская область вела борьбу за пятое место с представителями Алтайской и Оренбургской областей. В итоге в честной борьбе нам удалось закрепить свои позиции на пятом месте. Победный кубок соревнований отправился в Челябинскую область. Второе место заняла дружина из Якутии и замкнул призовую тройку «Пернский край». Победители получили призы и дипломы от организаторов соревнований. А главное – заряд положительных эмоций на целый год.